В Нижнем Новгороде детские молочные кухни заявили о расширении своего ассортимента и времени работы. Наши молочные кухни, кстати, лучшие в России. Они победили на всероссийском конкурсе «Медицинская организация педиатрического профиля». В городе более 40 пунктов раздач и более 15 тысяч детей пользуются их услугами. Сегодня на молочной кухне побывал глава города Владимир Панов. Мне очень нравится. Мы сейчас вам тоже дадим боксом. Детки, они захотят, может быть, чуть-чуть более сладкие. Или я неправильно оцениваю? Нет, нет, они вот с удовольствием едят наш кефир и творог без подсластителей. Если раньше это было только творожок, молоко и кефир, то теперь там можно взять лактобактерин. И вообще линейка даже не запомнит сколько наименований. Но хотелось бы, конечно, чтобы она еще больше расширялась. У нас очень богатый ассортимент на сегодняшний день для маленьких нижегородцев. Мы выпускаем не только кисломолочную продукцию, но еще и лечебно-профилактическую. Мы используем только натуральные закваски. У нас короткий срок годности – 48 часов. Но наши продукты необыкновенно вкусные. Мы сегодня представили отвар шиповника из натуральных плодов, как это делалось раньше, без консервантов и красителей. Срок годности у него будет 36 часов. Здесь посмотреть на нашу современную жизнь. У нас очень много всего вкусного, но полезного намного меньше. Поэтому здесь мы как раз находимся, наверное, в самом полезном месте города. Я сегодня даю поручение, в первую очередь, это искать дополнительные финансовые возможности для автоматизации технологических процессов на нашей малышной кухне. Второе поручение, потому что мы общались сейчас с родителями, и родители просили увеличить время работы. И поэтому сегодняшний день в трех районах города я дал поручение организовать работу до 6 часов вечера. Надеюсь, что многим родителям это будет удобно. И еще одно важное изменение для того, чтобы тоже родителям не приходить каждый день на кухню, мы сейчас сделаем выдачу стандартизированных наборов до 48 часов. То есть можно будет переходить через день. Это неотъемлемая часть стратегии уже общегородской, когда мы должны обеспечить жизнь в нашем городе, особенно для наших малышей, в первую очередь максимально здоровых. А чтобы это сделать, молочная кухня для нас это фундамент. Потому что это социальная задача, это не бизнес, где кто-то зарабатывает деньги. Это по-настоящему задача, чтобы наши дети были здоровыми.